Этот влог начинается с того, что я бегу за зонтом, потому что я его забыла В общем, я сегодня не накрасилась, не оделась так, как хотела, потому что у нас очень холодно Не накрасилась, потому что не успела Взяла только помаду и всё Как бы я сегодня встала очень поздно, в 8.40, у меня вообще не было ощущения, что я еду на учёбу, но вот так Ещё забегала за зонтиком, потому что я его забыла взять, у нас пошёл дождь Я села на электричку и всё Сейчас буду смотреть, как мне доехать до моего корпуса на метро Субтитры сделал DimaTorzok Это какая-то жесть, потому что у меня сейчас три раза вывернулся зонтик Хорошо, что есть люди, которые могут мне помочь Он сейчас тоже просто выворачивается из-за сильного ветра Мне женщины и два мужчины три раза помогали Хорошо, что я взяла зонтик, потому что у меня нет вообще никакого капюшона Я бы сейчас вся промокла Мне надо сегодня ехать до Сокольников Я почти уже у метро, так что запишу вам видео попозже В общем, такое устрашающее здание Это корпус Новобайлстрейт Мы пришли сюда, еле дошли, но в целом всё нормально Потому что я встретила Милену и моя одногруппница, и я не потерялась Это просто жесть и кринж Потому что я пришла не туда Я пришла в 101-ую аудиторию Учитель говорит, типа, ой, а знаете, не 101-ая, а 300-ая какая-то Я ещё удивилась, что женщина пришла, потому что у нас по расписанию мужчина Я пошла за мальчиком Каким-то там мы сели рядом, причём И я такая говорю А, и учитель такой говорит, так, я у вас веду математику Когда я записывала вам предыдущее видео, я ещё не знала, что мне придётся уходить из вузы Потому что я сначала пришла с мальчиком Ну, какой-то левый мальчик, я не знаю, просто я с ним поднялась Потому что я думала, что, точнее, мы были из одной аудитории Я поднялась за ним И, оказывается, он пришёл на математику Я говорю, какая математика ещё? У нас никакой математики нет Я говорю, а какой у вас курс? Он такой, первый Я говорю, а группа? Он сказал группу Я такая, блин, а я не сюда пришла Короче, я ушла из аудитории, когда уже лекция шла Я спускаюсь на первый этаж снова И говорю Подхожу к четвёртой или третьей группе, где Милена как раз учится У них немецкий Подхожу к ним и говорю А вы не знаете, где экономика у нашей группы? И тут начинается самое трэшовое Мне говорят А знаете, надо смотреть на даты Я себя чувствую очень глупо Потому что я не знала никогда, что нужно смотреть на какие-то там Там ещё даты У нас пол третьего начинается, оказывается, пара В общем Или пол второго В общем, точно не сейчас И мне сейчас час двадцать Нужно будет сидеть в Макдональдсе Хорошо, что хотя бы он есть поблизости И я себя так глупо, наверное, давно уже не чувствовала Но как хорошо, что я сегодня снимаю влог Потому что это просто ужас какой-то Я буду пересматривать это через, не знаю, когда И просто такая Господи, Саша, как ты могла не посмотреть на даты? Но теперь я буду знать, что нужно смотреть на какие-то там даты И самое главное Я сегодня пришла одна из своей группы То есть у меня получается только два немецкого И всё Лохрануться на втором дне Спасибо Но зато я теперь знаю, что если что, во-первых, здесь хороший Макдональдс Во-вторых, если что, нужно смотреть даты семинаров и пар Вот, я сейчас пришла в Макдональдс, чтобы перекусить Я взяла вот это И вот это Тирамису и горячий шоколад Вот И, блин, был бы здесь ресторан какой-нибудь или кафе Я бы лучше в кафе сходила Потому что вот это на 500 рублей И я бы там могла за эти деньги хотя бы какую-нибудь пасту съесть Это было бы, наверное, еда получше Но что поделать В общем, я сейчас буду сидеть, наверное, около часа здесь И потом пойду обратно в ВУЗ В общем, я снова иду до университета Дубль два, так скажем, надеюсь Пары пройдут по-немецкому очень хорошо Я, к сожалению, скорее всего, не смогу на них ничего снимать Но потом вам обо всём расскажу Кстати, идти от метро до университета не так уж и далеко Если ещё хорошая погода, это вообще супер Но сегодня очень неприятная погода Потому что холодно, ветер, дождь Очень влажность большая Все скинули ещё обновлённое расписание Пока я сидела в Маке Я посмотрела Экономика зато будет 10 числа То есть ровно через неделю Но да ладно Вот такой дворик А вот здесь наш институт Точнее корпус института Я бы сказала, что это похоже на какой-то, не знаю, даже на что В общем, явно не на институт Внутри всё ещё хуже Если честно, мне очень обидно и очень стыдно вообще за то, что в России вот такие вот институты хорошие В таких ужасных зданиях Но что поделать Я буду показывать студенческие У нас такой классный фейс-контроль Можно мне проходить Можно мне проходить, да? Вообще просто показала А, иди Вот, всё, я захожу в институт Надеюсь, следующее видео будет про то, как я радуюсь от учителя немецкого и нашей пары в частности В общем, я приеду домой, расскажу в подробности, как прошла пара по немецкому Но сейчас мы встретились с парнем Он закончил почти в то же время, что и я Поэтому мы встретились и домой ехать намного круче Так, да? Да Всем привет, я уже приехала домой Сейчас в 19.51 Хотя пара у меня закончилась в 17.20 Вот и считайте, сколько мне добираться А, ну я стояла сейчас с парнем долго Вот поэтому так много получилось В общем, я сейчас вставлю кусочки видео, которое мне удалось записать на языковой паре Чтобы вы посмотрели, какие упражнения для развития дикции Для постановки правильного произношения мы делали На самом деле, это очень забавные упражнения Мне нравится такое делать, потому что это всегда очень интересно И к тому же другой язык, другие упражнения Вот, но, не знаю, может вам не очень понравится Потому что они все довольно-таки непростые Очень болит язык потом после них Но я не всеми, к сожалению, поделюсь Или к счастью Потому что я не смогла всё-таки записать всё Записала только одну, там, четвёртую, возможно Что касается преподавателя, это просто вау Потому что она, во-первых, очень молодая Очень весёлая, на позитиве У неё какая-то есть своя собственная подача Она всё хорошо объясняет, при этом в такой игровой форме И её очень интересно слушать Мы, в принципе, мне, чем не очень нравится изучение нового языка Первое время, то, что вы просто какой-то у вас вводный курс начинается Все самые-самые азы Я, конечно, понимаю, что без этого никуда Но иногда кажется, что давайте побыстрее Давайте побыстрее всё освоим Но понимаю, что так нельзя Поэтому мы две пары просто говорили про всякие звуки Про то, как что изменяется Конечно, у неё произношение очень классное У нас такого пока нет Учила нас шипеть Она учила нас правильно произносить умлауты Или умля... умлауты, по-моему Вот, и у меня даже есть такая идея Чтобы записывать для себя видео раз в неделю, возможно Можно с какими-то определёнными словами читать их, как я думаю Или, не знаю, возможно, слова какие-то рассказывать И потом просто сделать как бы видеонарезку И тем самым смотреть на свой прогресс Я очень ещё рада, потому что она сказала, что мы уже через месяц будем читать тексты Пусть не сложные, но всё равно меня очень, конечно, обрадовало Завтра у нас тоже пара немецкого, только уже лексика С учителем, который был вчера Я не знаю, что мы будем проходить, потому что она нам ничего не задала Мы опять всё ещё ничего не умеем Но всё-таки мне всё равно очень интересно Завтра ещё физкультура Это тоже достаточно непростой предмет Потому что там какая-то очень сложная система баллов, оценивания и всего такого Я даже не знаю, как одеваться и что вообще завтра будет И всё, что я хотела вам сказать, наверное Меня уже ждёт мама, она меня разогрела поесть Вот сейчас пойду есть и рассказывать, как прошёл день ей И ещё дальше пытайтесь Но корень уже хорошо Хорошо Все хотим, чтобы тянется Потому что если вы... Тут дело только в ваших ощущениях Мать губами Максимум, что вы можете, это чуть-чуть упереть с дуба, да? Другую нужно немножко вытянуть вперёд Можете пока поставить, но Вы сейчас будете чувствовать, как она напрягает туда-одно Да? Значит, вот это особенно важно отлеживать в зеркале В общем, я собралась Сейчас жду парня, у него сегодня выходной Он просто буду мне учиться Придёт меня провожать до автобуса И потом я сяду на автобус И на электричку И в метро И потом уже приеду в ВУЗ Ой, не знаю ничего В общем, там меня провожают Я уже села в электричку У нас очень холодно, поэтому я даже взяла платок, чтобы накинуть На голову В общем, я обрадовалась, потому что, оказывается, сегодня я учусь не до 17.20 То есть приеду домой не где-то в 8 часов А до 15.50 То есть приеду домой где-то в часов 6, надеюсь Да И это очень хорошо, потому что сегодня у нас в городе приезжает группа градус Это для нас такая сенсация И мы хотели очень с парнем и с его друзьями попасть туда Поэтому, надеюсь, получится И я прям чувствую, знаете, какое-то предвкушение Каждый раз, когда я еду в ВУЗ Что, блин, поскорее бы я уже туда приехала Я хочу идти на пары Но не знаю, насколько, как долго это продлится Надеюсь, что долго И будет всегда приятно возвращаться в свой ВУЗ Сегодня у меня две пары Немецкие и физкультура Сейчас я буду переписывать расписание в ежедневник Потому что вчера этого не сделала В общем, пока вот так Я не поняла ничего со средой Там вроде есть пара, но не 8 числа Мне надо уточнить эту Мы всё Физра закончилась Сейчас куда-нибудь дойду И запишу подробно В общем, что я могу сказать Давайте сначала начну с физры Потому что по ней меньше нужно говорить У нас никакого занятия не было Просто организационная часть Всё такое Нафиг я тащила в форму, непонятно В общем, меня предупреждали Что, возможно, будет так Сейчас я прохожу свой ВУЗ МГЛ-ушница Так вот По языкам я просто в шоке Потому что было очень сложно И очень много всего То есть я вообще не ожидала, что будет так Всё сразу У нас было и И спряжение И сразу все местоимения И всё-всё-всё-всё-всё И что-то там ещё даже Спряжение А, изменение глагола Короче, просто всё было И я просто сидела такая Господи, почему так быстро? Я ничего не понимаю Я не успеваю Я реально думала И у нас была лексика Что самое интересное Я думала Это будет только на грамматике Но нет У нас очень холодно сейчас Я даже платочек обратно надела Я записала сторис в инстаграм Потому что мне очень сложно по-немецкому Мне пишут, что это нормально Поэтому я уже не так расстраиваюсь Но я думаю над тем Чтобы сейчас сделать в электричке Часть домашнего задания по-немецкому Конечно, это называется, наверное, задротство Сразу после немецкого Делать немецкий Но пока я хоть что-то помню Я думаю, что лучше нужно поделать Часто Всем привет Я всё ещё учу Теперь Точнее, я всё ещё занимаюсь немецким До этого я делала домашнюю работу Сейчас я учу Спряжение глаголов Зейн В общем, я только что приехала домой Сразу хотела вам записать видео Чтобы потом не забыть Потому что потом я, скорее всего, уеду Очень, наверное, я суматошно рассказала про немецкий Сегодня из вуза Потому что я всё-таки всё ещё смущаюсь Когда на меня смотрят люди Я очень сильно устала на немецком Потому что было очень много информации И я не ожидала, что её будет именно столько Потому что мы начали спрягать глагол зейн Это как цуби в английском языке Потом мы начали говорить уже про артикли Про окончание глаголов В спряжениях разных А потом начали уже практиковаться И она спрашивает Есть желающие? Всегда я поднимала руку Потому что мне было сложно Мне хотелось разобраться Я и мой однокрупник староста По совместительству Мы с ним всегда в паре работали Там какие-то диалоги прочитать Просто что-то рассказать Да, типа мы Потому что сложно Очень сложно И хочется Очень много практики Хочется сразу же Чтобы во всём этом разобраться И чтобы это в голове уложилось Но, к сожалению Не так много практики Всё равно было И она нам задала домашнее задание И я уже такая Типа как это делать Потому что Многого мы всё-таки Ещё не знаем Мы даже не учили Никакие местоимения То есть нам сегодня дали Просто сразу местоимения Ну, глаголы различные Которые нужно спрягать И мы спрягали уже С этими местоимениями Не зная их вообще Просто по уроку Точнее по паре Ориентировались И потом ещё Артикли Записали некоторые правила Как бы исключения Для некоторых глаголов И потом ещё разобрали слова Которые нам нужны Типа как его зовут Кем он работает Как у тебя дела И всё такое Я думала, что Это будет намного легче Но нам это всё надо учить Всё это Естественно делать В качестве домашнего задания Два упражнения письменно Надо перевести на немецкий Я очень Мне было сложно Конечно, на уроке Я пыталась как-то влиться Ну, вот Поднимая руку Переспрашивая Но учитель, как мне кажется Она очень Ну, она пыталась Видимо Не знаю Наверное, у неё какая-то программа есть Было очень быстро То есть Временами Хотела сказать Куда вы так спешите Потому что мы очень часто Переспрашивали Что там она сказала Какие окончания Она, конечно, любезно На всё отвечает Но всё равно Темп очень Ну, быстрый Конечно Когда ты там Проходишь алфавит И местоимение Там, грубо говоря Пять уроков подряд Это тоже плохо Но я не ожидала Что сейчас будет всё так быстро Вот я буквально вчера записывала Видео во влог То, что типа Сейчас всё водное Всего очень мало И мне это не нравится Потому что это скучно И надо как бы побыстрее Вот, пожалуйста То, что я хотела То и получилось побыстрее И настолько быстро Что просто голова не варила На уроке Пока я ехала в электричке Я сделала упражнение Пока у меня что-то В голове осталось Пока я помню Более-менее алгоритм Я сделала одно упражнение Сто процентов Есть ошибки Я даже не смотрела На спряжение глаголов Хайс Хайсе, по-моему Если что Я могу неправильно Призносить Это именно Как тебя зовут Просто писала Не смотрела На спряжение глаголов Потому что я хотела Сделать как бы основу А потом уже к мелочам Вернуться позже Когда я это уже выучу То есть не смотреть в тетрадки И делать упражнения А именно выучить И потом уже к этому вернуться Потому что Ну, первый вариант Мне кажется Не очень эффективный Также я перебросила в квизлит Ну, точнее Создала карточки в квизлите Со всеми Спряжениями глаголов Зейн И выучила их И в принципе Не сложно Там Эр Эр Зи Эс Их И Ду Это прям Самое простое Но как бы Я в них не путаюсь А вот то, что там Они Мы Вы И вы С уважительной формой Я с ними до сих пор путаюсь Потому что Никак почему-то Они у меня не уляжутся в голову Сейчас я буду есть Я очень хочу есть Я не ела с самого утра Потом я поеду На концерт К парню В общем Наверное На этом все Из влога Так скажем В студентке Я не знаю Получился ли у меня Этот влог Или нет Потому что Я еще не привыкла Снимать влоги И это всегда Все очень спонтанно То есть Ты не знаешь Что тебе лучше снимать Что нет Я как бы Еще не привыкла К этому Не знаю Как вам Зайдет или нет Но в любом случае Мне было очень Интересно Это все снимать Потому что Я делаю это Не только для вас Но и для себя Мне тоже интересно Будет потом Пересматривать эти видео Надеюсь Просто вспоминать Все эти первые дни Студенчества Первые дни Первокурсника Кстати Неделю назад Только из Питера Вернулась А тут я уже Немецкий изучаю Это круто В общем Спасибо большое За просмотр Этого видео Надеюсь Что Оно Было Интересным Либо же Просто вы провели Хорошее время За просмотром Этого видео Если вдруг Вы хотите Что-то еще Подобное То Обязательно Дайте мне Как-то Об этом знать В комментариях Желательно Бы хотелось Снять еще В понедельник Видео Потому что Там будет Корпус в Ростокино Мне интересно Как он выглядит Потому что Я даже не знаю Но сказали Что он намного Лучше бабайки Может быть Даже лучше Основного здания Потому что Там недавно Был ремонт В общем Всем спасибо Большое Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok